Сегодня в Минске в 14-й раз стартовал международный рождественский турнир. Это событие традиционно уже стало большим праздником не только для любителей хоккея, но и для всех приверженцев спорта и здорового образа жизни. Первыми опробовали лед хоккеисты команд Китая и Швейцарии. Затем на большой арене в поединке сошлись хоккеисты России и сборной Балкан. Ну а главный матч стартует вечером. Действующий победитель турнира команда Беларуси сыграет с бронзовыми призерами прошлогодних соревнований хоккеистами из Объединенных Арабских Эмиратов. Всего в ледовых баталиях будут участвовать 8 команд. В Беларуси в этом году планируется существенно увеличить бюджетные расходы на образование, здравоохранение, а также на повышение зарплат. Такие ориентиры заложены в основном финансовом документе страны на 2018 год. Так, на образование будет выделено на 9,5% больше средств, чем в прошлом году, на здравоохранение на 3,5%. Увеличится и фонд оплаты труда. А вот налоговая нагрузка останется в пределах предусмотренных параметров на пятилетку и составит не более 25,5% КВВП. В новогодние праздники парк «Августовский канал» без виз посетили около полутысячи иностранцев из 15 стран. А за весь минувший год Гродно и окрестности посетили свыше 50 тысяч безвизовых туристов. Прогнозируется, что в этом году турпоток увеличится до 30%. Продление безвизового пребывания до 10 дней на территории отдельных районов Бреска и Гродницкой областей поспособствует развитию в Беларуси таких видов туризма, как производственный, экологический и медицинский.